Хочется солнышко вам поснимать, хоть уже и времени, половина восьмого или даже восемь, почти, не знаю. Загружаю предыдущее видео, так и не рассказала вам про Сон, хотя хотела. Привет, мои родные! 8 мая, ровно 16 лет, как я приехала, вернулась в Россию, из Ливана, в котором я прожила с 1994 с августа до 2004-го, 8 мая. Так что у меня юбилей, мои родные. Пришла сюда, чтобы вам еще поснимать эту красоту. Не могу оторваться вообще. Снимаю, снимаю. Женщина! Фу! Вот такая красота! Привет, мои родные! Итак, рассказываю про Сон. Сейчас опять заболтаюсь, что-то начну вам рассказывать. И меня, как всегда, Стапа понесло. Меня понесет. В небо вообще не могу оторваться. Ладно, все, про Сон. Приснился мне мой друг, самый лучший настоящий, дядя Паша, Павел Савельевич. Я с ним познакомилась в 1977 году, когда мне было 7 лет. А ему на тот момент было, как бы вам сказать, когда мне было 18, ему было 53. Значит, когда мне было 7, это минус 11. 53 минус 11. Там, там, там. Ну, короче, считайте сами. Я вообще не считавод. Вообще не знаю, кто я. И, в общем, я познакомилась с дядей Пашей, когда переехали мы на новую квартиру на проспект Металургов, в трехкомнатную квартиру, которую мамочке моей дали. Нас было трое. Я, Олег и Наташа трое детей. А Вита и Саша уже умерли. У моей мамы было 5 родиток. Виточка умерла, у нее легкие не открылись, когда она родилась. А Сашка умер от пилонефрита. У него пошло какое-то там захноение, ему какие-то микробы в роддоме занесли. Ну, не знаю, короче. Я его очень хорошо помню. Он на 4 годика меня младше был. А вот мне было там 4 с половиной. Я его помню, как он болел. Я все время давала ему так пальчик, и он меня хватал. И я чувствовала, какие у него тепленькие ручки. Очень хорошо помню его голубые глаза. И вот самое интересное, что у нас Вита и Саша с голубыми глазами. И они ушли, как бабушка говорила, они как ворубь пришлись. А я, Олег и Наташка с карими глазами. Хотя Наташка родилась синими. Но они у нее потом годику поменялись на карие. Вот. А у Виточки не поменялись. Она умерла полтора годика. У нее были голубые, мама рассказывала. Я ее не видела. Я родилась, а ее уже не было. Вот. И в общем, о чем это я? О сне. Вот так я вам рассказываю о сне. Вы видите, меня несет и несет куда-то. Уносит. Я как точно, как Ира говорит, паровозик из ромашкового. Не могу. Иду с открытым ртом. Как это. Мне подруга всегда говорит, ты идешь, как под ноги смотри. А я вообще не смотрю. Я смотрю на небо. На дома. На окна. На купола. На что угодно. Мы только на всевозможные арки. На птичек. Только не под ноги. Я когда-нибудь навернусь. Ладно, не будем себя программировать. Я не навернусь. Никогда. Никогда. Сладкий тоже наворачивается. Вот так вот. Наташа мне говорит, ты там поменьше. Камера это прощает. Как же я ее не прощать? О, прощай. Нет, что ты. Женщина. Как же я ее не прощать? Мои хорошие. Вообще. Все. Не буду никуда смотреть. Под ноги. Как сказала моя подруга. И буду рассказывать сон. Снится мне мой дядя Паша. Павел Савельевич. Мы с ним начали сильно-сильно-сильно дружить. Очень сильно. Мы с ним до этого. Мы с 7 лет. Всегда с ним дружили. Мы с ним устраивали. Он там делал ремонт во всем двору. Сам. У него руки золотые дырки. Он полностью сделал детскую площадку сам. Он с какой-то там простыней сделал экран. Выносил его на улицу каждый вечер. Показывал нам там на проекторе. Мультик. Хоть они были и без звука. Потом. Ирка Война вносила магнитофон. У нее такой уже был кассетник красненький. Выносила. Там включали музыку параллельно к мультикам. Чтобы было еще интереснее смотреть. Потом дядя Паша сделал там палисадник. Потом мужикам стол. Они там играли в домино. Золото. Не знаю, в чем они там играли. Вот. Потом перенес вот эту хрень. Такую репортную. Слушай, выбивали ковры, палацы, всякую фигню. Он перенес это от этого стола, от детской площадки вглубь двора, где такая зеленая площадь, чтобы эта вся пыль не летела на бабушек, которые сидят возле подъезда, на мужичков, которые играют во все это. Посмотрите, как красиво. Как же можно это не показывать. Пацанчики катаются. Постою тут. Как я стою, если бы вы меня видели? Ладно, не буду. А то у меня это... Да, у меня комбий все. Я помню, у нас бабушка едет на метро. И она мне говорит, что ж ты так сидишь? Ноги на раскорядочку. Ножки надо вместе. Вон мужик напротив сидит и смотрит на твои трусы. А я думаю, какого хрена он смотрит на мои трусы? Водим магазин и трусов. Сидет, смотрит. И здесь же они есть. И вот у меня с детства комплекс. Я тогда там где-нибудь раком нагнулась. Мне кажется, что... Кто смотрит, он начнет какую-нибудь хрень думать или представлять, или еще что-то. И то же самое вливание. Я помню, беременная с таким животом. А тут перерыва. Ставят, что там, круги проводили. И я хочу перепрыгнуть, а не могу. У меня живот большой. А муж перепрыгнул. Я ему говорю, Мухаммед, стой, дай мне ручку. Я перепрыгну. Он говорит, что ты тупая? Кто-нибудь будет, мужчина, идти, увидит, что я тебя держу за ручку. И возбудится. И мы с тобой идем в нар, потом в огонь. Потому что это очень большой грех. Вот так вот мне и попадаются такие люди по жизни, которые мою вот эту свободу какую-то внутреннюю пытаются пришибить. А я после этого еще больше. Это как его просветают. Как знаете, вот цветочек, его так держишь и не удержишь. Он все равно так вылазит. Не знаю, как объяснить, короче. Сложно я как-то лохмато все это объясняю. Ну, короче, кто услышащий, да услышит. Видящий, да увидит. Ладно, что-то я это туплю. Как приснился мне деда Паша, этот, который весь наш двор привел в порядок, приводил всегда. И остановились. И научил меня снимать на видеокамеру. У него была такая старая вот эта штука улица. Вот. И он научил меня, как снимать, как эту пленку там что-то доставать, проявлять где-то там в темноте, чтобы она не засветилась. Потом нести ее куда еще что-то. Ну, короче, раньше было сложно. Не так, как сейчас. Я вот эту кнопочку нажала, наснимала вам. И Петербург, вы уже через минуту видите. на конце земли то, что я вот сейчас увидела. Чуть ли не онлайн. А когда мне подключат стрим, я вообще буду ходить вам показывать все онлайн. И докапываться до людей, брать интервью. Потому что это, мне кажется, интересно. Вот. дядя Паша, помню, снял мою маму на видео зимой возле кинотеатра Комсомолец. Ну, это в центре города. Кто там в Мариуполе живет, тоже знает. Вот. И это... Мне так хотелось это найти. Это видео, чтобы у меня мамочка была. Она там в белой шапке, в пальто в своем новом, что она купила. Это был 88-й год. Это буквально за пару месяцев до того, как она ушла. Ладно. Итак, снится мне сон. Все. Возвращаюсь. Что дядя Паша, я так понимаю, что он меня где-то ждет. Мне срочно надо с ним встретиться. Я, короче, куда-то бегу. Я почему-то одета в розовом. Розово-брасный. Я так бегу на улице. Много людей. Все на меня смотрят. Что я как-то выделяю из толпы. Разве-то я вообще из какого-то другого измерения. Все ходят такие вот вот как будто черно-серенькие ищи какие-то темненькие. А я вот в таком розовом. Как у него он ящик. Видите, видишь? Короче, как Барби. Я бегу где-то с ним встречаюсь. И вот в каком-то месте в центральном. И он так как где-то через дорогу или через какую-то реку или через что-то. Я даже не помню как точно. И он мне тут... Он так в таком пришел в длинном-длинном таком плаще или пальто и в шляпе. Я думаю, как это не свойственно для дяди Паши, как он одевался. Он в 53 года ходил на руках. У него фигура была вообще, вы не представляете, как у 18-летнего пацана. он очень много ходил и очень-очень так сильно как чувствовал свое тельце. Не так, как я забиваю на свое тело иногда вообще. Одно время у меня на холоде я начинаю заниматься спортом, начинаю что-то там, а какое-то время на холоде что я вообще забиваю. Вот. Такой сон мне приснился к соляде, что мы с ним встретились и он так стоит в таком пальто в шляпе и мне так машет ручкой. И я думаю, что он не подходит. Он так и не подошел. Так и стоял где-то на другой стороне улицы или проспекта. Такой сон. Не знаю, к чему это снится. Наверное, потому что я его всегда чувствую. Я вот совсем недавно думала о нем, как мне его не хватает, потому что он вообще единственной ниточкой был. Я когда жила в Ливане, он единственный присылал мне письма и был действительно как вот единственной ниточкой и воздухом с родины. Присылал мне вырезки из газет, там что там в Мариуполе происходит. вот всякие там фотографии, демонстрации, еще чего-то. Я помню, когда он мне показывал, когда мне было там, я не помню, 8-10 лет, он мне показывал хронику про Жюнкова, всякие там вот эти парады, потом про Дни Победы, потом этого, как его, Чарли Чаплина, вот этого комика смешного. Вот, я у него впервые его увидела. Потом всякие мультфильмы, погодили, еще что-то, еще что. какие-то первые очень классные вещи, которые меня зацепили, я познала через него. Вот, ребятки катаются классно. Электро какие-то эти, вы видите, не надо даже ногами уже отталкиваться. Как я отстала от жены. Мне кажется, я много не потеряла. Я вот прошла столько километров, сколько-то намотала вам. Ладно. Люблю вас. Волшебного вечера. Не могу оторваться от, ну, не от девушки, а от девушки тоже какие-то красивые. А от этого, от неба, видите, от крыло ангела. Пока, мои любимые. Уже очень длинное видео. Обожаю вас. Пока-пока. Всем волшебного вечера. Люблю вас.